С 21 по 23 мая в нашем городе по Братиме Иштайне в Германии проходила 4-я экономическая выставка. По приглашению немецкой стороны в ней принимала участие и делегация из Углича. В ее составе были заместитель главы округа по экономике и прогнозированию Алексей Ясинский, директор педагогического колледжа Людмила Курилова, преподаватель педколледжа и переводчик Алла Лукьянчикова и победительница прошлогоднего конкурса «Мисс Туризм» города Углича Любовь Морошкина. Основной задачей делегации являлась презентация Углича и предоставление максимума информации о нашем городе. О том, как удалось реализовать эту задачу и о самой Иштайнской выставке, рассказывает Алексей Ясинский. Выставка была очень интересная, на мой взгляд. Проходила она в трех местах – в спортзале, гимназии, в городском выставочном зале. И прямо на стенды некоторые стояли прямо на улицах города, вот по дороге между этими двумя объектами. Участниками выставки были как магазины и просто, скажем, предприниматели Иштайна, так и достаточно крупные предприятия, которые там располовены, страховые компании, банки, муниципальные предприятия. В общем, состав был очень-очень пестрый и разнообразный. Целевая группа этой выставки – это все-таки любой житель. То есть на эту выставку мог зайти не специалист, а в принципе любой житель, любой человек. Ему там было бы очень интересно, он бы себе нашел какой-то объект для изучения, просто для получения информации. Ну и мы стояли, из иностранных участников было только два города по братьям Иштайна. Это город Углич и город Лана, это Южный Тироль, это Северная Италия. В моем представлении, значит, мы стояли, наш стенд был не хуже и, может быть, даже в некоторых отношениях интереснее, чем стенд вот этой города Ланы. Потому что мы старались рассказать как можно больше об Угличе и о его возможностях. К выставке угличане подготовились основательно. Во-первых, были переведены на немецкий язык все основные информационные материалы. Во-вторых, посетители выставки увидели всю традиционную углическую продукцию, которую предоставили для этой цели наши предприниматели и предприятия. Предприятие «Звезда» нам помогло изготовить сувениры с логотипами Углича и Иштайна. Кроме того, предоставили нам свою продукцию для демонстрации на выставке. Очень красивые часы карты были, которые тоже привлекали внимание. Рекламное агентство «Ура» изготовило нам заднюю часть нашего стенда. Это на баннерной ткани. Очень хорошо у них получилось. Очень хорошо получилось. Ну вот примерно такая картинка. Значит, была только высота 2 метра и длина 6,5 метра. То есть вот так вот мы где-то стояли на стенде изображения города. И вот такая домашняя часть стенда. Здесь, значит, деревянная рубленная изба. Ну, в общем, в большом размере это было очень красиво. Это был очень красивый задник. Предприниматель Мамыкин нам помог как раз вот с распечаткой этих брошюрок по Угличу. Кроме того, значит, у меня в компьютере с собой были в цифровом виде фотографии музея мифов и суеверий замечательные совершенно фотографии. Это и пейзажи окрестностей Углича, и ландшафт, архитектура и так далее. Опять же, предприниматель Мамыкин предоставил фотографии очень неплохого качества в цифровом виде. И Угличская газета. Тоже очень хорошие фотографии. То есть постоянно шло слайд-шоу с показом, с видеорядом изображения Углича. Вот кроме того, естественно, мы представляли нашу традиционную продукцию нашего города. Это часы чайка были на стенде. На стенде были у нас, значит, сыр нашего сырозавода, который шел буквально на ура. Была у нас минеральная вода. Вот в маленьких бутылочках последних по 250 миллилитров тоже она всем очень понравилась, гостям, судя по тому, как ее пили. Вот и была у нас новинка некоторая, которая даже для меня была, в общем-то, новостью. Это сыр для астронавтов, который предоставила биофабрика. Вот и пряники нашего хлебозавода. Вот я хочу сказать, что очень достойная продукция. Сыр, в моем представлении, ну, когда биофабрика наладит нормальную упаковку, нормальные, значит, надписи, потому что пока это была просто лента, на которой было написано сыр российский или сыр южный. Но упаковка должна быть, безусловно, другой. Это может быть некоторым эксклюзивным сувениром, причем сувениром очень дорогим, судя по тому, как загорались глаза, когда вот слышали это словосочетание сыр для астронавтов. Вот и пряники, в моем представлении, тоже очень достойная продукция. Нужно отработать глазировку, нужно отработать, значит, по внешнему виду чуть-чуть поработать. И вполне конкурентно способная продукция, причем продукция, которая может быть настоящим улическим сувениром. То есть я считаю, что эта выставка для наших обоих этих предприятий не должна как-то пройти просто так. Вот в моем представлении эта продукция должна начинать выпускаться. Большой интерес, значит, у посетителей вызывала наш стенд. Неоднократно пресса к нам подходила, причем как Эдштайнская газета, так и газета от округа или земли представители. У выставочного стенда наша делегация проводила 8-10 часов в течение трех дней. Кроме того, Алексею Игоревичу удалось пообщаться с немецкими предпринимателями, посетить информационный туристический центр Эдштайна, финансовый отдел «Ратуши» и один из банков. Этот банк оказался кредитным товариществом, кредитным кооперативом. И эта тема вообще настолько интересна и настолько важна, я считаю, для нашего города сейчас. Вот это вот кредитное товарищество. И я удивляюсь, почему законодательство у нас пока в этом направлении не работает. Потому что для среднего класса предпринимателей это сейчас, я считаю, как бы основная проблема. Это очень демократичный вид организации, вот такого вот банка. А демократия заключается в том, что независимо от величины взноса, ну я им сказал, что акционерное общество это тоже демократия своего рода. Вот, но здесь оказывается независимо от величины взноса, 100 или 1600, каждый участник имеет один голос. Вот, и у них чуть-чуть пониже, чем, значит, ну пониже, как пониже, на полпроцента. Ниже, чем в акционерном банке у них, значит, кредиты для своих участников. Процедура почти не упрощена, но, значит, тоже проценты чуть-чуть пониже. Вот, везде было очень интересно это самое, и на встрече с предпринимателем, и в информационно-туристическом центре. И вот этот час, конечно, это очень мало. Час максимальный, который удавалось выкроить на каждую встречу, это было очень мало. В целом, в моем представлении выставка была очень интересная, мы там выглядели достойно. Вот, а, ну, как бы такие индикаторы, правильно прошла выставка или нет, это может быть экономический интерес, может быть деловой интерес, да, повышенный к Угличу, может быть увеличение числа поездок немцев сюда. Вот, ну, будущее как бы покажет, это какие-то вот реальная динамика какая-то в наших взаимоотношениях. Я очень надеюсь, что произойдет. Другому участнику делегации, директору педколледжа Людмиле Куриловой, довелось открыть новую страницу в истории развития партнерских отношений между Итштайном и Угличем. Это будет сотрудничество образовательных учреждений. И главной целью визита Людмилы Михайловны в Германию было подписание договора о сотрудничестве между гимназией Пестолотца Итштайна и Угличского педагогического колледжа. Вот это подписание договора, оно не случайно, и это готовилось, подписание этого договора, потому что желание было большое с одной и другой стороны. И я хочу сказать, что здесь заинтересованность и администрации нашего города, главы администрации Леонора Михайловны, и со стороны Итштайна, со стороны бургомистра, также мы почувствовали очень большой интерес вот к этим партнерским связям в области образования. Подписание договора проходило в очень торжественной обстановке, в ратуше бургомистра, присутствовали представители общественности, присутствовали три вице-консула российского посольства в Германии, атташе этого посольства, и подписание договора свидетельствует об укреплении связей между образовательными учреждениями, и мы думаем, что это будет способствовать не только изучению языка, не только общению с живым носителем языка, но это прежде всего даст возможность познакомиться с культурой Германии, это даст возможность развивать толерантность, уважительное отношение к традициям и обычаям других людей. Я бы сказала, что это хорошая возможность будущего сотрудничества, потому что если будет дружить молодежь, значит будет будущее и наших партнерских связей, потому что у них могут возникать затем какие-то общие проекты, сотрудничество может быть и в области экономики, что очень важно, в области культуры, и мы планируем совместные проекты, связанные с обменом художественными выставками, обменом творческими коллективами, это обогатит ту и другую сторону, также даст возможность и своеобразной стажировки в знании немецкого языка и преподавателям, и колледжей, и лицеем. Я думаю, в будущем эти связи будут развиваться и включаться сюда будут и учащиеся муниципального округа. Согласно подписанному договору, первый визит учащихся педколледжа Витштайн планируется в мае 2005 года, а немецкие школьники приедут к нам в сентябре того же года. Как отметила Людмила Михайловна, у учащихся гимназий наблюдается повышение интереса как к русскому языку, так и к самой России. Причем этот интерес имеет всестороннюю поддержку со стороны взрослых. Такую большую поддержку еще получает школа в развитии связей вот таких партнерских со стороны попечительского совета гимназии, со стороны родительского комитета. Здесь и материальная поддержка очень ощутимая. И еще мне хочется сказать о большой заинтересованности тех, кто входит в клуб друзей города Углича. Мы встречали настолько большое внимание и интерес к нашему учебному заведению, я не говорю уже в целом городу, и желание разместить в своих семьях наших учащихся. Также эта система будет осуществляться, когда сюда будут приезжать делегации, они будут в семьях наших учащихся и студентов. Потому что, чтобы узнать, как живут люди, это можно только в непосредственном общении. И здесь, конечно, не только задача той семьи, которая принимает школьников, не только предоставить ночлег, но и познакомить с нашими обычаями, с нашими традициями. Я думаю, это будет обогащать и ту, и другую сторону. Мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Продолжение следует...